Меня зовут Евгений, я работал три года как менеджер по энергоэффективности у себя в районе Булдове. То есть имею опыт над работой в публичных органах власти. Меня эта тема очень заинтересовала, хотя тоже особо не вдавался в детали. Начнем с того, что я вас хочу спросить, что же такое децентрализация? Как вы понимаете, что вы чувствуете, когда вы слышите слово децентрализация? Октавис спец в этом, я спрашиваю. Поэтому я спрашиваю других, тех, кто не особо в этом. Когда местные проблемы решаются на местном уровне и это подкреплено соответственно бюджетом? Да, мне кажется, главное вопрос будет бюджет. Это спускание бюджета, точнее не переливание бюджета выше. Это парамирование своего собственного бюджета и трата от своих собственных услуг. Не надо ждать от работы, чтобы тебе вернется. Еще уголки и мнения чувствам. Это передача каких-то полномочий и соответствующих финансовых ресурсов, чтобы эти полномочия исполняли. Ну, наверное, как для Марка, полномочия, наверное, не ответственность, да? Да. Больше ответственности получают местные органы власти. Да, в принципе, это общая такая идея децентрализации. У нее есть много аспектов, много компонентов, много сторон, с которых можно ее рассматривать. Некоторые против децентрализации. И я думаю, что вы с этим сталкиваетесь очень часто, особенно здесь в Украине. Потому что особенно в связи с политической ситуацией и ситуацией на Донбассе. Поэтому, да, чуть-чуть конкретнее разберемся в том же, что проходит децентрализация. Начнем с того, что... Начнем с предыстории. Как это все начиналось? Начиналось это с того, что в 1925 году была создана Европейская картия самоуправления. Это при структуре, при Совете Европы, которая именно создана с этой целью передачи полномочий местным органам власти. В 1997 году у нас в Молдове и в 1996 году на Украине была принята ратификация, в связи с которой государства обязались внедрять эту систему децентрализации в свои места. Только в 2006 году у нас в Молдове был принят закон об административной децентрализации. И сейчас, три года назад, в 2019 году, мы на уровне государства было принят закон утверждения национальной стратегии. Это Молдова? Да, это Молдова. Это по поводу Молдовы. Я думаю, что мы идем с Украины в принципе оба. Как вы можете заметить, прошло 15 лет. То есть такими шагами мы двигаемся, к сожалению. Хотелось бы, чтобы это было намного быстрее. Потому что сами понимаете, что когда власть будет дана, так скажем, народу, местным органам власти, то очень много проблем можно будет решить на месте. Потому что на месте вы знаете намного больше, чем кто-то у вас там сверху дал. И, наверное, будет решена проблема коррупции. Большой коррупции, которая существует у нас в странах. Ну и много других проблем. Какие основные аспекты децентрализации? Как вы думаете? Основные аспекты? Какие цели, задачи, то есть к чему стремится децентрализация? Кто может ответить на ваши вопросы? Обеспечить региональное развитие. Я вижу, что вы очень четко даете ответ на вопрос. Это в принципе так и есть. А еще какие аспекты есть? Оперативная, то есть быстрая, да? Опергруппа? Общину, что вы имеете в виду под местными общинами? Вовлечение населения в предприятия. Я даже не знаю, община у вас это премария, да? Молодой. Понятно, что это премария. Премария, мэрия. Мэрия, да. Нет, я имела в виду население. То есть активизация населения? В процесс принятия решений вы, наверное, имеете в виду? Да. А сейчас какая ситуация на данный момент в нашей стороне? Как принимаются решения? Можно еще раз? Да. Когда у местной власти есть больше полномочий относительно распределения средств, налогов на решение местных проблем, без, скажем, когда местная власть сама принимает решение, что финансировать, а не просит у центральной власти выделения средств на решение технических рублей. Да, очень спасибо большое за эту ремарку, потому что Наталья на предыдущем тренинге в молдавской части привела такой пример, что школа, допустим, даже если внедряет меры по энергоэффективности, эти деньги в дальнейшем, сэкономленные деньги на энергоэффективность, у нее просто срезают в бюджет, не выделяют дальше. То есть если это идет в центральный бюджет. И получается, что директор школы не заинтересован в том, чтобы внедрять меры по энергоэффективности. Я хочу вопрос. Вечно эту школу, если школа... Как пример. Да. Как пример. Ну что может сделать директор школы, если школа неутепленная? Вот если из бюджета пришли деньги на утепление, утеплили все. Понятно, что должно не 60 тысяч быть, а 30 или 20. И за что директору давать 40 штук? Вот просто с чего? Потому что он директор и что? Мне просто интересно. У него нет возможности экономика самого. Он ограничен вот этими нормами. Да? Если он ниже пойдет, все, но это подсудимое дело. Если выше, ну, дай бог, что он может выше. Ну, а вот этот директор у меня вот это... То есть там экономия... Он фактически сам, он сам может... Это сейчас. А как он может? Он может применять... Вы хотите сказать, что директор может взять кредит, утеплить школу под свой страх и риск, или заложить эту школу, и потом сказать, «Здравствуйте, смотри, я утеплю». В принципе, можно. Не, ну так это же абсолютно, так все школы уйдут равны. Ну, кстати, на централизациях это приедет, понимаете? То есть, чтобы сформировать на местах способности привлекать инвестиции. Зарабатывать, во-первых, свои собственные ресурсы и привлекать инвесторов, да? Если будет... Ну, хорошо, есть эскоконтракты. Эскоконтракты. Мы поговорим, я не знаю, это будет презентовать, о следующих типах эскоконтрактов, да? То есть находится, я в ГАЗе, компания, которая заинтересована в вложении денег, да? И потом за определенный период времени она эти деньги возвращает. То есть это... А привлечение этой компании, что? От директора как-то зависит? Он может как-то захотеть, не развиваться? Честно, да. Сережа, можно я скажу? Ну, первый директор школы может хотя бы взять завхоза, который будет контролировать температуры. Элементарный мониторинг, он уже на 10% сократит энергопотребление. Это первое. Можно сразу, я тогда отвечу. Где вы сейчас в ГУС любую школу возьмите, где вы видели, чтобы... Сейчас катастрофически не хватает этой энергии везде ниже. Если бы было выше, если бы школы перетапливали по всем местам, вот тогда бы был вопрос. Мы делали сейчас мониторную оценку энергоэффективности всех школ и садиков в области. Так вот я вам скажу тебе, что в одном только районе взяли человека, управление освитой образования, взяли человека, которому поставили задачу. Он внедрил просто мониторинг. Каждый день звонил каждому завхозу. Они вышли на высокую энергоэффективность, при этом не снижая температуру в помещениях. Есть и другие примеры, когда высокая энергоэффективность за счет снижения температуры. Это не было мониторингом. Например, только отойду немножко. Что после утепления здания потребляют больше. Только потому, что они раньше не поднимали уровень энергопотребления до норм, а сейчас просто подняли до норм и даже утепление не помогает. Так, да. То есть мы перешли к аспектам. Основные, как вы уже сказали, это вовлечение местного сообщества. Даша, у нас самостоятельное распоряжение местного бюджета. То есть понятно, что это, как вы уже уточнили, что деньги тоже имеют свою большую часть в этом. То есть какой толк в первом, если нет второго пункта? То есть если вам не дали денег, то получается вам не дают и полномочий. Внедряя децентрализацию, мы к этому идем. Мы, так скажем, заставляем власти добавить нам больше денег. Наших же денег, заработанных нашим же бюджетом. Ну и местная автономия. То есть на месте люди знают больше. И они могут решить свои проблемы намного быстрее. Я не знаю, какие проблемы есть, существуют на месте. То есть если вам меняют водоповод, то у вас нет освещения в городе, то понятно, что это не актуально. Преимущество поговорим дальше уже с Сергеем в упражнении. А сейчас я бы хотел показать вам один фильм. Да. На самом деле есть огромный минус где-то. Централизация. Пожалуйста, другое мнение. Ну почему? Кадры решают все. Опять же проблема с кадрами остается. Зарплата не такая уж и большая на местном уровне. То есть это была проблема уже, да? Ну, это навсегда была проблемой по своей сути. Из-за этого может быть так, что в одном населенном пункте будут хорошие кадры, они будут, соответственно, делать, внедрять вот эти проекты. В противном случае, не имея хороших кадров, у нас это была проблема. Допустим, возьмем пример. Как в Молдове, да, я прошу прощения. У нас 898 премарий, и у нас много премарий сельских. Население в этих местных пунктах не превышает полторы тысячи человек, да, или две тысячи человек. То есть премария сама по себе слабая, и в каждом таком пункте премария есть. А после децентрализации, да, мы планируем объединить эти населенные пункты... Да, централизировать. Объединить эти... Децентрализация, но у нас централизация. Нет, подождите. Мы планируем объединить эти населенные пункты в большие сообщества и сделать администрацию, которая будет реально сильной, в которой найдется деньги на финансирование людей, которые смогут реализовывать конкретные проекты и внедрять их. И толковых людей, правильно? Администрация второго уровня, она все равно остается. И у нас мощи снижаются. Еще снижаются. Ну, то есть, убирайте право. У второй. У нас три. Не, не, у района. А у района? Ну да, я не знаю, как у вас делится, извините. У нас в Молодове район и Примарий. Вот район на второй уровне. Примарий и Примарий. Да, а властей у нас. Просто властей. Я хочу показать фильм о Польше. Ну, я хочу показать фильм о Польше. Я хочу показать фильм о Польше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...